Доброе утро всем, кто присоединился к нам. О погоде на сегодня. В Карачаево-Черкесии местами осадки. В горах сильный ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. Ночью в горах 23-28. Температура воздуха ночью плюс 2-7, в горах до минус 3. Днем плюс 10-15, в горах местами плюс 2-7. В Черкесии днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2-4, днем плюс 12-14 градусов. Впервые в Черкесске выступил симфонический оркестр филиала Мариинского театра в Северной Осетии и лауреаты международного конкурса имени Чайковского. Вечер классической музыки состоялся по инициативе Министерства культуры Республики. На торжестве побывала и шерифат Лепшокова. Имя победителя международного конкурса имени Чайковского Дмитрия Маслеева теперь хорошо знают и в нашей республике. Солист Московской филармонии сыграл первый концерт великого композитора. Многие из собравшихся впервые вживую слушали это произведение. Так вместе с оркестром Дмитрий Маслеев подарил залу гениальную музыку Чайковского. А накануне пианист здесь же в стенах Дома культуры провел мастер-класс с педагогами республиканских музыкальных школ. Для нас, конечно, огромным значением является сегодняшний концерт, потому что такого события, по мнению специалистов, которые в сфере культуры Крачево-Чайкиси работают, не было минимум 30 лет. Симфонический оркестр в полном составе посетил нашу республику. И сегодня мы видим этот огромный интерес нашей публики, полный зал. У нас даже представные стульчики сегодня стоят, потому что интерес огромен. Концерт стал подарком для всех ценителей классической музыки еще и в буквальном смысле. Организаторы мероприятия сделали вход свободным. Зрители, среди которых было немало педагогов и учеников музыкальных школ, с наслаждением слушали симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста Северной Осетии Заурбека Гукаева. Интермесия – это просто музыка, которую я очень люблю. А баланес мы решили сыграть, потому что он яркий, и он предваряет Арию Ленского и из той же оперы, замечательный оркестровый номер Чайковского. Хочется сказать, что всегда была мечта поездить по соседним регионам. И, наконец-то, удалось выбраться в Черкесске, я здесь в первый раз. И с нетерпением жду встречи с публикой. Своим творчеством со сцены делился и солист Мариинского театра, и еще один лауреат международного конкурса имени Чайковского – Мигран Аджанян. Он исполнил любимые многими партии Ленского, Рудольфа, композитора Пучини, Альфреда из оперы «Травиата» Верти. Впечатление очень огромное и потрясающее впечатление. Просто мы не ожидали такого концерта замечательного. И вчера я была на мастер-классе Маслеева. Очень понравилось, очень. Просто к нашим детям отнесся так вот профессионально. И сегодня просто я не ожидала даже, что концерт Чайковского прозвучит в трех частях. Это было очень неожиданно. Это, наверное, единственный раз в жизни довелось такое в концертном зале услышать. И потрясающий оркестр, и потрясающий дирижер, и вокалист. Шельфат Лепшокова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия. Вещание на телеканале «Россия-1» продолжат программы черкесской редакции. А в 14.30 вместе с Ашимезом Пхешховым «Вести». Хорошего вам всем дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Глуком. «Автальма». Телефон Ставрополя. 33-33-22. В эфире «Радио России». Карачаево-Черкесия. Радио «Россия» расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Главное радио России. Субтитры создавал DimaTorzok